А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Рестора. Здесь вы можете найти различные прохождения на андроиде. Да, это что-то уникальное. И если вы этим заинтересовались, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь. А мы приступаем к просмотру. Ну, ребята, я перезашел. И вот, да, карта вроде появилась. Охренеть, что это вообще за баги? Я не представляю. Давайте мы тпхнемся куда-то, куда-то, куда-то. Допустим, вот сюда, где мы уже были. Как устанавливать вот эту хрень? Я, если честно, забыл даже. 80, 90. Ага, вот. Вот, вашу мать, вот тут это нужно. Сейв. Ага, вот так. И waypoints, телепорт. Да, вот сюда нам нужно. Фу, круто, круто, круто. Мы сюда тпхнулись, ребята. И давайте сейчас мы посмотрим. Ага, ну там у нас горы. Ну, давайте туда потопаем. Я не имею ни малейшего желания вот сейчас идти в данжи самого вот этого мира, честное слово. Давайте, давайте, знаете, что... Ооооо. У нас же тут присутствует Тропикрафт. А почему бы нам не заняться им? Это будет, конечно, долго в связи с тем, что нам нужно сейчас искать ресурсы, чтобы попасть хотя бы в тот мир Тропикрафта, да? Тропикрафта. Ну, что там нужно? Бамбук. И все вроде. Не, ну там коктейль еще нужно делать. А коктейль как делается, я не знаю. Ну, вроде вот эти все ресурсы, которые нам нужны, они вроде спамятся. Ух, ни хрена себе. Смотрите, какая тут красота. Если вот так. Вот эти все ресурсы, они вроде спамятся... Где они спамятся? Они вроде на пляже спамятся. То есть нам нужно сейчас идти на пляж, ребят. Опа, ни хрена себе мы их хреначим. А они нам... Да, вот эти мэджики, они нам вообще ни хрена не сносят. Так. Кстати, давайте мы изучим... Ага. Меньше урона от взрывов, меньше урона от атаки, меньше урона от огня, да? Давайте изучим, чтобы нас слабее били. Вот сейчас нас на 6 урона будут слабее бить. Ну, не на 6 урона, а на 6 процентов нас будут слабее бить. Это мне кажется круто. То есть посмотрим, что с этого получится. Но действительно нам нужно даже не только атаку изучать, а изучать и вот эту хрень на защиту. Потому что, в принципе, защита тоже важна. Но я хочу все же прокачать атаку до конца. То есть, чтобы атака у нас была на 100 процентов. А сколько там нужно до 100 процентов? Нам еще нужно 9 процентов. Но, но это, в принципе, не так уж и много, как мне кажется. Опа, ну бамбучок, бамбучок тут есть. Давайте быстренько мы туда поплывем, да? Тут же он плывет. Вот так. Опа, опа. В нашей броньке вот такой. Если мы уже найдем те данжи, которые у нас уже есть, мы, конечно, в них не будем идти. Потому что, ну, какой смысл, да? Идти в те данжи, в которых мы уже были, да? Вот тот большой данж, на который ушло 3 серии. Мне кажется, никто не имеет желания опять туда возвращаться. Потому что это действительно большой данж. И еще там 2 серии проводителей, сколько мы там провели. Не у всех есть желания. Да, если честно, у меня даже желания нет. Поэтому мы можем хотя бы постараться найти какие-то другие данжи. Потому что тут вроде еще куча других данжи есть. Конечно, у них не прям, знаете, офигенный спам. На каждом шаге там по 10 данжей. Конечно, это не так. Потому что какой бы смысл был, да? Если бы мы находили на каждом шаге по парочку данжей. Да в том же данже, куда мы только пошли. Сколько мы там, ребята? Мы там нашли полтора стака алмаза. Опа. Мы там нашли полтора стака алмазов. Какой будет смысл, если мы будем находить такой же данж на каждом пути. И мы за пару серий сможем себе там... Ну куда еще по сути больше, да? Если мы там с одного данжа вынесли полтора стака. Куда еще дальше? В принципе, даже вот эти полтора стака алмазов нам не пригодятся. Куда мы их будем девать? Куда нам девать вот эти алмазы? Ух ты, ухо. И чурка. Чурка. Так, ну с чурки ничего не выпало. Это у нас практически второй уровень. Что он дает? Замедление, да. Он замедление дает. Какие тут есть еще данжи? Я знаю, есть летающий данж. Он какой-то, знаете, белый город. Что-то в этом роде. Он выглядит как будто какой-то белый летающий город. Если он заспавится, то это 100%, что мы его заметим. Подземные данжи мы уже были. Может еще какие-то развалины, вот те руины, да? Что там было? Как эта хрень называется? Ну вот тот замок, около которого мы, по сути, нашли вот тот подземный замок, да? Подземную вот ту хрень, на которую ушло две серии. То мы его нашли возле разрушенного замка, который уже кто-то облутал. А про тот данж, наверное, его то ли не увидел, то ли еще что-то. А я так понимаю, это мирные мобы. Потому что на карте у меня показывается, что они мирные. Поэтому мы, наверное, их даже трогать не будем. Наш меч уже... Офигеть, наш тот меч уже, ребята, сломался. Вот сейчас у нас вот этот остался. Охренеть, наш тот меч уже сломался. Это не очень круто. Так, смотри, ребята, как тут прикольно. Если бы еще прорисовочка побольше была. Опа. У меня даже что-то выпало оттуда. Например, вот так. Будет прикольно. Мне кажется. Так, давайте еще раз посмотрим. Это 41 урона. Это 179. Ух, 179. Я не знаю, честно. Я не знаю, где нам сейчас опыт вообще добывать. То есть... Куда нам следует идти, ребята? Наверное, знаете, все мы... Все же мы сейчас... Дальнейший наш шаг будет... Это... Это, наверное, пойти в Тропикрафт. Честное слово. Мне кажется, Тропикрафт это будет круто. А знаете что? Может потом еще добавить другой мод. Вот это... Как он там называется? У нас был даже вроде давно сезон по этому моду. Твайлайт Форест. Вот. Может сюда добавят. Но уже после того, наверное, как мы пройдем Тропикрафт. Потому что... Ну... Циклоп. А где Циклоп? Потому что сейчас я не вижу большого смысла и Тропикрафт, и Твайлайт Форест, и вот эти все дополнительные миры. То есть... Это будет очень много всего накидано в одну кучу. И может быть, что... Что будет больше вылетов, да? Чем какого-то разнообразия. Потому что чем больше модов ты добавляешь, тем больше шанс, что... Ну... Капут сборки, капут серверы. Потому что он просто-напросто может то ли не выдержать, Или то ли просто-напросто моды не сочетаются. Можно и так сказать. А как вы видите, ребята, мы сейчас по пути себе кучу еды добываем. Это очень круто. Но мы вроде бежим, бежим, бежим. Путешествие такое длинное, большое. Но я так нифига не могу найти. Так, это там у нас что? Это лава, да? Ну что же, еще есть ли не лава? Я не знаю, честно. Будем пытаться найти какие-то данжи. Я не знаю, есть ли тут какие-то подводные данжи. Я знаю, подземные... Ну, в принципе, подводные, по сути, должны быть. Потому что есть и подземные, есть... О, главное, чтобы нас сейчас тут не скинули. Есть и подземные, есть и воздушные. Есть и наземные. Ух ты! Нет, ребята. Давайте мы отсюда лучше... Дайте мне пройти, вашу мать. Давайте мы лучше оттуда свалим в связи с тем, что... Ну... Они очень такие... То есть, их легко убить, да? С одной из двух тычек. Но очень тяжело к ним подбежать. Они очень так отбрасываются. Это очень бесит. Так, ну... Еда у нас уже кончается. Тут еще... А, нет, в инвентаре еще есть нормально так еды. Там еще есть нормально. Да, в принципе, мы и сейчас свиньи еще поубиваем по пути. Но, конечно, мы сырое не будем кушать. Я это убиваю, чтобы... Ну, в принципе, для много еды. И для того, чтобы получить какой-никакой, но хотя бы опыт, да? То есть, смотрите, у нас уже третий уровень. И, как вы видите, мы, ребята, бегаем, бегаем. Сколько мы уже прорешали, но я ничего не нашел. Нет, ребята. Ночь уже наступает, но мы ничего не смогли толкового найти. То есть, данжи мы, к сожалению, не нашли. Но в какой-то степени это даже плюс. Потому что видно, что данжи не на каждом пути. Это было бы не очень интересно. Ну, прикиньте, ну ладно, сейчас мы ходим, сейчас мы ищем данжи. Я, в принципе, даже не так... О, вот. Не успел сказать, как мы уже нашли. А что мы нашли? Мы нашли данж в первую очередь? Или что это такое? Что это такое? Да. Это данж какой? Подводный данж? Во-первых, мы нашли подводный данж? Или это какой-то... Не знаю, крен его знает, что... Я хотел уже уходить, и мы нашли плюс к тому данж. Или что это? Я пока что не знаю. И плюс к тому мы нашли побережье, которое я хотел найти только для того, чтобы... О, вот Тропикрафт. Давайте сначала туда пробежимся. Я хотел, потому что тут есть... На пляже есть вот эти... Тропикрафтовские деревья, с помощью которых мы... А, нет, это не деревья. Твою мать. Я думал... Так, давайте выключим шейдеры, потому что ночью нихрена и так не видно. А я еще и шейдерами играю. Нет, это, к сожалению, не деревья, а это тростничок. Тростничок, тростничок. Но, к сожалению, тростничок нам не нужен. Так, сквиды там плавают. Сквиды нам точно не нужны. Ну, ладно. Раз мы уже что-то тут нашли, давайте посмотрим. Но это... Хрен его знает. Ух ты, ты нахрен! Нет, ребята, я их не могу бить. Я их не могу. Так они еще и бегать умеют. Нет, ребята, я их не могу бить. Мне не объяснили, почему я не могу таких существ бить. Потому что, когда у них на башке вот такие мечи, да, то означает, что у нас еще маленький уровень для того, чтобы с ними сражаться. А какой уровень, вот сейчас вы можете видеть. У нас третий уровень, вот тех двух мечей, видите, вот там сверху. У нас третий уровень, а нужно какой-то, ну, высший уровень, да, чтобы с ними сражаться. А как его заработать, ну, хрен его знает. Тоже как-то выбивать или что-то еще. То есть, тут все, видите, вот так взаимосвязано. Поэтому будем надеяться, что мы потом сможем прокачать, чтобы сражаться со всеми, всема, всеми монстрами, да. Потому что данж вроде крутой. То есть, видите, мы нашли какой-то новенький данж. Это круто, это круто, потому что, я не знаю, то ли мне показалось, или это как бы обычная вот эта хренотень. Какая хренотень? Хренотень в смысле... Опа, сейчас. Опа, в смысле обычный... Ух, ни хрена себе вас тут. А, вот этих мы можем бить, да? То есть, тут уровень уже хватает. Обычная комнатка, вот о чем я говорю. Может, это обычная комнатка, а может, необычная. Может, там еще какие-то подземные данжи есть. Я не знаю, честное слово, я пока что еще не вижу. Гисер, гисер. Ну, не такой ты уже и злой, не такой ты уже и сильный, когда у нас хотя бы меч есть на 11 урона, или сколько там. Плюс тому про... Крипер. Ну, Крипер нам очень страшный сейчас, ребята. Ванильный Крипер это самое страшное, что может быть в этой сборочке, да? Ванильный Крипер, ребята, это ужас. Это ужас. Это ужас, Ванильный Крипер. Так. Чувствую, чувствую, что еды у нас будет охренеть насколько. Но я, к сожалению, не вижу тропиккрафтовские деревья. Мы вроде даже джунгли нашли, ребята. Хотя я не представляю, зачем мы их нашли. Но тропиккрафта я пока что даже не замечаю. Будем надеяться. О, видишь, еще один такой данжик. Еще один такой данжик, который нам нахрен не нужен, если честно говорить. Я не знаю, честно, что тут может быть крутого. Видишь, вроде вот эта хрень даже она не рушится. Я не знаю, ребята. Давайте мы лучше туда даже топать не будем. Ну, в принципе, мы даже монстров не можем там убить, поэтому какой смысл. Тропиккрафта. Там еще такой данжик. Да вы с ума сошли нафиг. А почему там столько много данжей одинаковых? А главное, разнообразия никакого нету, да? То есть одинаковые, одинаковые. Ладно, хотя бы вот этот один подводный. Или где он там спаивается. Потом еще какой-то. Потом еще какой-то. А как видите, три данжа мы подряд нашли вот такие. Это, ну, не скажу, что подводные. Они вроде такие, знаете, на пляжах спамятся, да? Хрень не узнает. Если бы мы успели сюда пробежать и... Опа. Опа. Вот, ребята, через баки сюда и пробрались. Ну, как через бак? Такая, такая постройка, такая генерация. Но, видите, это весь данж, то есть все. Охрен его знает. Честно, ребята, я не могу сказать. Но мне кажется, что это самый бесполезный данж, который, наверное, только существует в этом моде. Потому что, во-первых, тут нихрена нету. А во-вторых, я не вижу, в чем прикол этого данжа. То есть, ну ладно. Ладно, допустим, мы убили вот этих всех монстров, да? Которые там были. Давайте, образно. Мы их убили. Что дальше? Что нам делать с этим данжем? А, я знаю, наверное, это такой презентик. Там же у нас есть два Глоустона или три Глоустона. Это нам презентик, да? То есть, это данж Глоустона. Вот вы, вот вы освободили вот этот данж от монстров, убили монстров. Держите вам подарочек. Два Глоустона. Это, наверное, вот это, ребята. Ух ты, нихрин. Сиатроль. Сиатроль. Прям какая-то новая марка автомобиля. Сиатроль. Ситроэн. Сиатроль, да? Сиатроль. Да. Новая марка. Сиатроль. Сиатчарджер. Ну, как вы видите, да, тут даже свои монстры есть на побережье. Ну, ребята, побережье-то побережье, но я не вижу, что... Я не вижу толковых вещей. Нам нужно. Нам нужно найти деревья, где падают кокосы. Нам нужны кокосы, ребята. Ладно, давай тогда быстренько пойдем на спаун. Может, помидорка. Может, тут кто-то кокосы припрятал? Ага, охренеть, тут кто-то припрятал. Тут ничего у нас нету. Ничего нету. Может, тут что-то есть? Вряд ли, конечно. Нихрена, уже все обчистили. Даже сундуки нафиг забрали. Охренеть, ребята, вы бы хотя бы что-то мне оставили нафиг. А тут реально ни хрена, тупо нету. Охренеть, конечно. Так, хум. Ладно. Раз мы уже были в тролль... Нет, в каком тролль? В клонском мире. Я не знаю, ребята. Давайте, знаете, что пока что, пока что, пока что, пока что... Пока я не забыл. Пока я не забыл. Фюр Нейс. Вот она. Две печки и железо. Ух, ладно. Так, это все можно повыкладывать. У нас тут куча всего есть, что можно выложить. Это, 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 это. Так, места уже не хватает. Это можно забрать. Вот так, вот так, вот так, вот так. Печка. Вот так. Печечка, печечка, печечка. Замечательно. Зачем мы будем, зачем мы будем пользоваться обычными печками, если мы можем сделать себе хотя бы чуть-чуть улучшенные? Конечно, сразу алмазные мы не сможем сделать, потому что для алмазных печек нужно, нужно золотые печки. А золото, к сожалению, у нас 4, ладно. Хотел сказать 0, но не 0, 4, ребята. Мне интересно, вообще, вот этот меч, мне почему-то кто-то сказал, что вот эти мечи почему-то не крафтятся. Лимон найт. О, да? Лимо. Лимон, короче. Мне сказали, что почему-то вот эти мечи не крафтятся, то ли они запрещены. Да. А, нет, не лимонные мечи. А, 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 а где вот, вот эти? Мне сказали, они запрещены. Да, нет. Почему мне сказали, что они запрещены, если мы их скрафтили, если мы его скрафтили? Не представляю, честно. Ладно. Ух ты. Здрасте, да моему охренеть. Так, дубасим по 10 урона? Так. Ну что? Я не знаю, честное слово. Давайте хотя бы пойдемте попробуем, ребята. Хотя бы попробуем. ТП, Т1, да? Да, вашу мать. Т1. Вот так. Давайте хотя бы попробуем. Ну вот, ребята, я вставил... Я вставил. Я вставил и появился вот этот портал. Как мне сказали, что порталы можно создавать даже более, чем один, да? То есть, если я создам рядом с этим еще один портал, то вот этот не пропадет. Я, наверное, к следующей серии накопаю себе золото. Ух ты, охренеть. Да вы что, с ума сошли нахрен? Это мы в пещере? Охренеть. 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 Ладно. Я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Мудаки, что сказать? Я не знаю. Ну ладно, давайте приземлимся нафиг. Очень мягко. Но тут нихрена я не вижу. Тут я ничего не вижу. Я извиняюсь, если там за окном танк слышен. Танк. Ну, танк не танк, но какая-то нахрен драндулет какой-то проехал. Что прям заорал так, что можно с ума сойти. Что это вообще за фига тень? Это что вообще за мир? Они вздыхают сами по себе. То есть, они дебилы какие-то, если честно. Они вздыхают сами по себе. Я не представляю, в чем прикол. Так. 15 уровень, ни хрена себе. Будем изучать пока это. Это круто, потому что... Опа, еще один баннер выпал. Круто. Мне бы очень хотелось найти трейдеров. Мне бы очень хотелось найти трейдеров. То есть, люди говорят, что в каждом мире есть трейдеры. И... Опа, рок-байтер какой-то. Но я... Мы вроде уже побывали в нескольких мирах. И я еще не нашел ни одного трейдера. Я вообще не знаю, ребята. Ладно, первый мир это какой-то там всякий мультяшный что ли. Что-то в этом роде. Второй мир клоунский. А это что за хрень? Какие-то это типа кости что ли? А хрен его знает. Ребята, нам нужно успеть до конца... Точнее, до начала рестарта. Так. Вот они. Вот они. Вот они. Вот они. Наши мальчики. Я, наверное, ребята, к следующей серии... Добуду. О, смотрите. У нас там что-то выпало. Я, наверное, к следующей серии добуду... Рок-бонс. Золото. Да. Добуду золото. И сделаю порталы. Да, чтобы у нас были порталы. И чтобы мы не тратили... Как бы потом много вот этих порталов. Создали каждый поштучно. И чтобы мы шли всегда в тот, который нам нужно. И мне кажется, оно действительно так можно. Потому что мне сказали, что можно создавать. Поэтому, если что-то создадим. И мне кажется, что будет прикольно. Если у нас будет там на заднем вот этом фоне. Да. Точнее, за нашим домом. Ага. Я думал, это как бы лава. Если у нас там будет куча порталов. Да. Мне кажется, это будет прикольно. Я не представляю, где мы. Я не представляю, что это за мир. Если вы в курсе, ребята. Пожалуйста, напишите мне в комментариях, что это за мир. То есть... Я вижу вот какие-то... Это не по строчке. Это, наверное, какие-то... Ну, кости, что ли. В какой-то степени. Я даже без шейдеров играю. Шейдерами... Не, ну, шейдерами не хочу. Я даже без шейдеров играю, но... Я не представляю, что. Я ничего толком не вижу. Я, если честно, не представляю, что это вообще за мир. То есть, что он себя представляет. И что это вообще за существа нафиг. Вы сказали, там есть какой-то мир доисторический. Да. Там есть мамонты. И вот эта вся фига тень. И это вроде как бы он должен был быть, как мне объясняли. Но это, ребята, не он. Это вы видите, что я вообще не представляю, что это за существа. Я вообще не в курсе. Я вообще не знаю. Ладно, не будем гадать, не будем думать. Может, мы что-то тут встретим. Как я понимаю, это пещеры, да, ребята? Это какие-то... Ух ты, нихрена себе. Это какие-то каменные существа. Потому что у них в именах есть рок, да. Это как бы камень, можно и так сказать. Поэтому это как по-по-по-по-этам-то тому. Или что я там сказал. Это какие-то каменные существа. Но я не представляю, что тут нужно искать. Что это за мир? Я не знаю, честно, ребята. Пожалуйста, напишите мне в комментариях, что мне нужно делать. Точнее, даже не об этом мире. Ладно, даже не об этом мире. А во всех остальных мирах. И, в принципе, если даже взять и собрать все мира в одну кучу. И просто-напросто такой к вам, ребята, вопрос. Что мне делать в этих мирах? То есть, что мне нужно? То есть, мы пошли в один мир. Ладно, поубивали там монстров, ушли. Пошли в другой мир. Побывали клоунов, ушли. Сейчас пошли в третий мир. Сейчас в третьем мире убиваем вот этих. Когда поубиваем вот сейчас, в конце серии, мы опять уйдем. Я спрашиваю, в чем прикол? То есть, может, наверное, знаете что? Сейчас, дайте я кого-то этого замочу. А, наверное, в чем прикол? То, что в этом мире нужно... Я не знаю. Вот поэтому я у вас и спрашиваю, что мне нужно делать. То есть, искать торговцев. Или искать каких-то боссов. Может, тут есть какие-то... Может, тут есть какие-то места, где можно призвать каких-то боссов. Потому что даже когда... Потому что даже когда вот это... Скачиваешь вот этот мод, да? То в описании пишет, что в этом моде вас ждет там куча боссов, куча вещей, куча миров, куча монстров. Да, ну ладно. О, мы портал выбили. Куча монстров, куча миров и вот этого всего. Ладно. Миры я вижу. Ладно. Монстров я вижу. Но, если честно, боссов я пока что еще не увидел. Боссов я, если честно, еще пока что не видел. И вот эти пушки... Давайте-ка я вам покажу. Только на секунду. Где они? Босс... О, босс-спавнинг. Это, наверное, вот эта хрень. Охренеть, тут много боссов. Руны много. Тулс. Вот, смотрите, где они. Где вот эти все пушки? Вот. Снайперки. Арбалеты, пулеметы, дробовики, пилы вот эти. Охренеть, какие мечи, луки какие. Посохи. Посохи. Вот тут дробашеи. Вот тут автоматы. Где это нафиг взять? Где мне вот это интересно? Трейдеров искать. Боссов искать, чтобы их тут заспамить и как-то попытаться убить. Наверное, вот это и нужно, ребята, делать. Но, если честно, я пока что не представляю, где нам нужно. Вот так? То есть нам нужно просто-напросто вот так бегать и все, искать? Мне кажется, что да. Ладно. Ладно, ребята. Давайте идем домой. Идем домой. Побывали мы в новом мире? Опа. Опа. Стив? Стив, это ты? Кто это вообще? Не пропадайте, пожалуйста. Ух, нихрена себе. Это кто еще такой? Сейчас рестарт сервера. Сильверкоин. Голдкоин. Голдкоин. Rare weapons are for sale here. Редкие вещи для продажи тут. Только у меня нету вообще никаких вещей. Мне нужно... Мне нужно обменять вот эти коперкоины. Их нужно обменять на хотя бы сильверкоины. Опять ночь настала. Они то... То есть они вот так лотто-мены. Они вот так рандомно спанятся. И мне нужно коперкоины обменять на сильверкоины в каких-то других мирах, да? Потому что смотри, они даже в чат пишут, что редкие предметы вы можете купить тут. Ребята, уже конец сервера. Я не хочу продолжать после конца сервера. Конец света, конец сервера. После рестарта сервера. Поэтому у нас есть 30 секунд, ребята. Давайте на этом будем прощаться. Ставьте лайки, если вы хотите новую серию. 500 лайков, в ту же секунду выходит новая серия. Прям... Отвечаю. Прям по-пацански. Я вам отвечаю. Наберем 500 лайков, в ту же секунду выходит новая серия. Даю слово. Зуб даю. И честное слово, ребята. Я вам не вру. Хотите попробовать? Давайте. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что нам нужно делать в мирах искать боссов. Искать предметы, искать продавцов, чтобы нам что-то делать. У нас есть 8 секунд, ребята. Давайте мы закончим. Всем здесь за просмотр. Всем удачи. Всем. 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 Всем последняя секунда. Пока.